Девочка-пай В музыке концерта для скрипки Петра Ильича Чайковского отразилась внезапно охватившая композитора после выздоровления жажды жизни. В одном из писем фон Мэг он пишет «Не могу вам передать, мой друг, до чего я наслаждаюсь жизнью. Мне так хорошо, я так покоен, доволен собой по причине успешной работы. Первая часть скрипичного концерта уже готова, завтра приступаю ко второй. С того дня, как благоприятное настроение наступило, оно не оставляет меня. В таком фазисе духовной жизни сочинение утрачивает полный характер труда. Это сплошное наслаждение». Субтитры создавал DimaTorzok Скрипичный концерт – одно из самых светлых сочинений Чайковского. Здесь нет резких контрастов, в нем скорее сопоставлены различные проявления одного и того же душевного настроения. Возвышенный, благородный строй образа в первой части сменяется меланхолической лирикой второй части – анданты. И все завершается веселым, жанровым и ярким финалом. Субтитры создал DimaTorzok Вторая часть концерта имела предварительный вариант, который впоследствии был переделан в пьесу под названием «Размышление». Но позже Чайковский переписал и создал канцонетту. Именно так он назвал вторую часть. Но и в первом, и во втором вариантах Чайковский написал музыку одного характера. Это скромная тихая песня, не страстная исповедь, а тихая беседа наедине с самим собой. Среди суеты жизни композитор смог остановиться и услышать этот истинный голос. Именно он передан в потрясающей по красоте музыке второй части скрипичного концерта Петра Ильича Чайковского. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ